Перечня документов, которые допускают человек в голосовании, Центр измерков, упубликованные, доступные на сайте, где угодно, в том числе и паспорт 74-го года. Но для этого он должен его, естественно, как минимум увидеть и просмотреть все те реквизиты, которые там должны быть. Прекрасно, да, я вас поняла, вас попросили. Надеюсь, телефон у вас работает хорошо. Я вас лицо не снимаю, только то, что вы говорите. Я вас понимаю, но вы первый раз приехали без документа основания, который мог бы вам позволить, что ваш документ и паспорт просроченный в порядке с 2007-го года, это, в общем-то, ответственность только гражданина любого государства, любого законного государства. Не, я понимаю, ну просто в законе написано, если он просроченный, то там не то. Просто веряет только личность вашу, к сожалению, гражданство. За этот период вы могли выйти из гражданства, и мы этого не видим. И со слов мы эту информацию, мы обязаны ее проверить также по закону. Для этого существует процедура подтверждения проверки наличия российского гражданства. Ознакомьтесь на нашем сайте, есть информация. Это как альтернативный вариант решения вопроса, когда паспорт и стекла, который не требует от вас никаких дополнительных усилий, кроме комплекта соответствующего опросного листа и документов, прислал нам по почте. И проверка ведется через запрос в органы. Точно так же, как вы будете проходить подобную проверку, если вы прилетите по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию со всеми истекшими документами, что у вас, в общем-то, в наличии есть. И в базах, к сожалению, у вас тоже нет никакой информации, соответствующей по поводу выхода гражданства или наоборот. Поэтому в любом случае, да, будет требоваться проверка при восстановлении документов. Я вас об этом предупреждаю. В принципе, это совсем не нужная информация. Подробно ознакомиться у вас на сайте. Пожалуйста. Так, а сейчас на основании вашего паспорта образца 74-го года я вам выдам убили тени. Вы будете...